Можно долго и лирично говорить о том, какое значение имеет эта пушка в лоре Destiny, о легенде противостояния света и тьмы, о том, что этим стволом мы ставим точку в истории Шина Мальфора и Дреджина Йора. Можно, и мы поговорим об этом, но потом. А сегодня я, Джонни Лейни, здесь на канале Трипл Вайп рассказываю обо всех этапах нового экзотического квеста. Устраивайся поудобнее и погнали, не затягивая. Начинается квест с обнаружения нашим стражам записки от того самого Шина Мальфора. Найти ее можно в сундуке. Все в том же самом месте, в котором некогда начинался квест на шип. Отправляемся в соляные рудники, прыгаем в портал и выше по тропе. Человек с золотой пушкой даст вам наводку на оригинальный шип, владельцем которого был Дреджин Йор. В этом же сундуке вы найдете некое устройство, которое как раз и поможет найти шип. Место положения указано в описании позиционирующего устройства. У меня маяк указывал на шахту 13. Это затерянный сектор в локации ТОП на ЕМЗ. Но в описании сказано также, что координаты меняются ежечасно. Так что вероятно у вас будет другое местоположение, но чаще всего это один из секторов на земле. Найдете шип вы вот в таком сейфе. Да, просто вот так. Настоящий шип, владельцем которого был Йор, из которого можно навсегда пристрелить стража, лежал в ящичке на ЕМЗе. Окей. В описании читаем. Создать 250 сфер света. Ну, чтобы очистить шип. Обычное же дело. Быстрее всего фармиться этот этап на Марсе. Запускайте эскалационный протокол и вперед. Если вы играете командой, то все создают арбы и все арбы считаются. Знай, ультуй и собирай. 5 минут и готово. После этого мы очистим шип и он превратится в ту самую Розу. Легендарный револьвер, которым владел Дреджен до того, как, собственно, и стал обладать этим темным именем. Револьвер, о котором игроки грезили с первой части. Да, это простая легендарка, без перков. Но пока что. Вместе с Розой вам выдадут экзотическое поручение, состоящее из трех обычных. Выполняются все три с обязательно экипированной Розой. Пройти любой сумеречный налет на 50 тысяч очков. Тут никаких хитростей. Просто нормально пройдите Найтфолл и дело в шляпе. Совершить 100 серий убийств противников без перезарядки. Важно знать, что засчитываться будут и убийства с любого другого оружия. Главное, чтобы Роза была надета. Проще всего валить мобов с паука-отшельника. Завершить 35 столкновений кузницы, протокола или слепого колодца. Мы выполняли этот этап в кузнице. Одна волна равна одному столкновению. И за босса плюс 2 очка. То есть одна активированная кузница, 4 столкновения. Героический слепой колодец сдает вроде как 7 столкновений за заход. Но на наш взгляд он дольше и риск задремать за время прохождения выше. Выполнение каждого поручения будет разблокировать новый и новый перк на Розе. Прикольная система прокачки, кстати. Было бы круто увидеть нечто такое и на других пушках. После завершения этих трех этапов экзотический квестовый билет обновится и на нем появится процентная шкала. Заполнить ее нужно, выполняя активности с экипированной Розой. Какие быстрее? Этот вопрос возник у многих. За разные активности дают разный процент, за налет 12% например. Но у нас же есть один ответ на все. По ноптикум за обычный манеж вам начислят 35%, а за героический 50%. Но это при условии, что все шестеро игроков в команде будут с Розой в эквипе. Так что соберите клан мейтов и пробегайте 3 раза нормал, так будет быстрее всего. Затем вас ждет любимый этап любого квеста на револьвер. Убийство других стражей, да-да, ПВП, ну и еще немножко гамбита. В гарниле вам с любого револьвера нужно убивать противников. Прогресс идет как от убийства вами лично, так и от убийства вашими напарниками по команде. От ваших убийств будет идти порядка 4%, от напарников около 1,5%, но могу немного ошибаться. Все зависит от ассистов и от убийств вашими случайными напарниками по команде. 1-2 матча и вы выполните эту часть поручения. Она и правда в разы проще, чем в других подобных квестах, так что в этот раз даже на этап горнило жаловаться грех. Потом гамбит. Там вам нужно убить вторгающегося к вам противника до того, как он убьет кого-то из вашей команды. Всего один раз. Мне засчитала килл тогда, когда я сразил врага, получив медаль «Я такого не допущу». Без нее не засчитала, хотя возможно баганула. Ну и шкала по созданию сфер света тоже все просто. Любой затерянный сектор, любой абсолют пушка в руках и 10 минут вашего времени. Все. Остается самое простое. Пройти налет «Повелитель тысяч армий» на Марсе с экипированной Розой и разрушить на этом налете 11 кристаллов с помощью этого револьвера. Кристаллов этих по всему заданию раскидано очень много, так что не пропустите точно. Убивайте червебога и все. Роза прямо у вас в руках превратится в экзотический револьвер «Люмина». Или «Люмина». Новый красивейший револьвер с необычными свойствами, но о том, насколько он полезен и вообще хорош ли, мы поговорим в отдельном видео спустя какое-то время. Надо же с ним поиграть как-никак. А я пока прощаюсь. Спасибо, что досмотрел «Страж». Надеюсь, видос был тебе полезен. Поставь лайк, проверь подписан ли ты на канал и счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...